Срок экономической амнистии, объявленный на тот момент исполняющим обязанности главы государства Садыром Джапаровым, истек. Экономическая амнистия разделяется на две составляющие – налоговую и экономическую. Если в налоговой амнистии может добровольно участвовать каждый гражданин, то экономическая амнистия применяется после возбуждения уголовного дела. В рамках данной инициативы были открыты депозитные счета для легализации поступивших денег, которые будут направлены на поддержку бюджета. Специалисты считают, что для экономической амнистии нужен закон, законопроект. Прошел два чтения в парламенте. На данный момент депутаты рассматривают в комитете и надеются принять до конца года. То есть борьба с коррупцией будет настолько усиливаться, что мы буквально даем срок определенный, чтобы все-таки эти граждане могли воспользоваться амнистией и те разграбленные имущества, которые были, они могли их вернуть. При этом мы говорим, что надо будет, даже фамилии не скажем, это будет все как бы тайно. Но надо подчеркнуть, что данное амнистие не касается статьи коррупции, не касается статьи незаконного обогащения, не касается статьи дачи взятки или получения взятки. Как заметил экономист Кайрат Итибаев, специалист в области инвестиционной политики. Мировая практика подобных амнистий свидетельствует о противоречивой картине. Эксперт отметил, что работа объемная и что срок в 30 дней недостаточно для реализации и надо четко определять, кто именно подпадает под амнистию, исключая элементы криминала и коррупции. Ставить целью пополнить бюджет или направить на погашение долга будет неправильно в отношении экономической амнистии, а наоборот даст обратный эффект, считает представитель торгово-промышленной палаты Авазбек Керимбаев. По его словам, при таком отношении возможен не только скрытие прибыли, но и большой отток капитала за рубеж. То есть, если только цель состоит в том, что пополнить бюджет, тогда мы неправильным путем идем. Это означает, что через налоговые органы, через другие правоохранительные органы мы просто даем и того слабый, ослабший на сегодняшний год, на данный момент бизнес просто. А если мы хотим действительно из тени выводить, мы должны хорошо продуманно, законно разработать об амнистии капитала. В таком виде я бы поддержал экономическую амнистию. Существует живой и яркий международный пример – успешная борьба с коррупцией в Сингапуре. Премьер-министр Ли Куаньо начал жесткую борьбу, причем начинал он со своих родственников и политических партнеров. Готовы ли таким изменениям в Кыргызстане? Отмечаем, начатая инициатива – уже запущенный механизм. Остается надеяться на то, что он проработает как надо, без сбоев, а бюджет страны будет пополнен.